добрый день с вами уральский федеральный университет и я анна гурарий и сегодня мы как ни странно не будем говорить об образовательной деятельности о подходах к организации пар и так далее мы с вами поговорим о том как провести совещание в онлайне ветерайский федеральный университет это не только пара это не только огромное количество интересных знаний это еще и куча разных интересных актуальных мероприятий для того чтобы они состоялись и прошли так как они обычно проходят у нас в уральском федеральном безусловно всему этому предшествует совещание и именно об этом мы и поговорим с вами о том как сделать совещание эффективным как сделать так чтобы все то что вы обсудили с коллегами не забылась сразу же после того как вы закрыли окно на вашем рабочем компьютере конечно же чтобы все те идеи которые вы наметили они притворились в жизнь и так начнем как ни странно совещание начинается задолго до того как собственно вы включили кнопку начать трансляцию безусловно этому предшествует подготовка и я выделила три ключевых момента которые как мне кажется важно важно учесть при подготовке совещания первое это сценарий совещание и эффективное успешное совещание всегда предполагает то что вы к нему готовитесь то что вы понимаете что вы скажете вашим коллегам какую цель вы хотите достичь при включении так скажем в онлайн трансляцию и безусловно к этому нужно готовить поэтому сценарий то что обязательно должно быть кроме этого техника не нужно думать что вы подключитесь за пять минут и все пойдет как по маслу иногда бывает так что техника решает все за вас может попросить обновление та или иная программа может заглючить компьютер может отключиться камера в самый ненужный и неудобный момент так вот для того чтобы начать совещание на хорошей рабочей ноте они опоздать на несколько минут не нервничать из-за этого заложите время на то чтобы проверить всю вашу систему как все работает помимо техники важно еще локация ведь опять же для того чтобы чувствовать себя уверенно во время совещания важно понимать что у вас не только на заднем фоне но и что например может быть если сзади у вас зеркало это то что часто не учитывают коллеги и не только коллеги студенты когда включают камеру ведь как вы понимаете через зеркало можно увидеть то что может быть и не нужно видеть поэтому проверьте как вы смотритесь включите тестовый режим проверьте что видно ваше лицо или например вас видно по плечи а не только часть отдельную часть вашей головы что безусловно будет не очень удобно вашим собеседникам при онлайн трансляции это базовые так скажем лайфхаки которые стоит учесть при подготовке совещания но кроме этого есть еще и так скажем продвинутый уровень что еще стоит учесть это полезные приложения я не буду называть конкретные приложения потому что за рекламу мне не платят может быть пока но тем не менее полезные приложения есть это то что можно использовать вашей работе для для того чтобы ожидать например подключение остальных коллег вы можете да даже банально включить музыку при этом не забыть расширить звук вашего компьютера включить музыку или можете сдать рисовалку вашим коллегам или можете не знаю загрузить и что-либо еще что вам кажется подходящим интересным потому что мы прекрасно понимаем что есть совещание более формальные а есть совещание менее формальные в зависимости от того какая аудитория присутствует у вас в онлайне от этого во многом зависят те приложения которые вы будете использовать также если вы закладываете достаточно длительное время на совещание вы можете дать и даже в какой-то степени должны дать коллегам буквально 10 минут на перерыв и в это время тоже можно использовать то или иное приложение для тех кто вернется с перерыва раньше безусловно всегда я рекомендую иметь план b потому что сценарий который вы можете себе прописать что-то может пойти не так банально может не включиться приложение либо опять же вы можете несколько выйти из графика и потребуется перейти на следующий этап пропуская предыдущий так вот тот самый план b лучше бы чтобы он у вас был для того чтобы вы не нервничали того чтобы вы понимали как можно выйти из той или иной ситуации если что-то пойдет не так и чтобы я еще рекомендовала сделать на этапе подготовки обязательно предусмотреть где вы будете фиксировать результаты потому что часто бывает что не все коллеги например смогли подключиться в это время или например они все там поняли дать и реперные точки которые вы обсудили в течение совещания не поленитесь вы можете зафиксировать все то что вы обсудили с коллегами для чего для того чтобы сделать рассылку после того как пройдет совещание и соответственно быть ну не в стопроцентной уверенности но хотя бы стремиться к этому быть более менее уверенными что все те моменты которые вы обсудили не потеряются и будут зафиксированы либо в совместном документе либо в электронной почте это то что касается подготовки теперь перейдем непосредственно к этапу начала видео онлайн трансляции что важно сделать важно проверить связь и здесь я бы советовал уйти от банального как мне слышно если слышно ok поставьте плюсик в чате можно конечно использовать этот вариант но как показывает практика есть достаточно более разнообразный инструментарий можно поставить все какие-либо реакции можно использовать гифки опять же да вы всегда должны помнить о том позволяет ли это формат вашего совещания если да можете использовать достаточно широкий инструментарий для того чтобы взбодрить аудиторию и тем самым проверить обратную связь вы увидите слышит вас аудитория видит вас аудитория банально если она реагирует на то о чем вы ее просите обязательно обозначайте правила игры что я имею ввиду под этим если предполагается обратная связь то важно сказать участникам как вы готовы ее слушать и слышать либо через сообщение в чате либо через поднятую руку потому что поверьте мне если вы изначально не скажете об этом в тот самый момент когда вы готовы будете дать слово вашим участникам конференции может произойти два противоположных эффекта либо все начнут говорить одновременно либо наоборот никто не будет говорить потому что непонятно как это делать поэтому правила игры обязательно должны быть и конечно же тайминг советую его не только для себя зафиксировать но и для участников и следовать ему для того чтобы совещание в онлайне не растянулась как это периодически бывает и в оффлайне основная часть что я вам рекомендую сделать здесь если вы планируете переключаться между разными документами и при этом не хотите тратить время на постоянное включение выключение демонстрации экрана соберите все в отдельную папку таким образом вы обезопасите себя от того чтобы открывать закрывать рабочие папки на вашем столе и возможно вы не хотите до показывать все то что у вас есть сохранен на рабочем столе может быть это личная фотография может быть это еще какие-то документы потому что помните что совещание в том числе могут записывать так вот для того чтобы и в записи в том числе было только то что относится к вашему совещанию создайте отдельную папку и переключайтесь в рамках этой папки по тем документам которые вам нужны не забывайте поддерживать контакт с аудиторией опять же это можно сделать через реакции это можно сделать через и комментарии если вы готовы отвечать на вопросы также можно об этом периодически напоминать и при этом не забываю следовать таймингу конечно же что-то может пойти не так уже я говорила о плане б еще раз подчеркиваю что он обязательно должен быть но при этом чтобы этот план б сработал важно помнить что когда что-то идет не так обычно мы начинаем больше переживать нервничать так или иначе даже если этот план б существует мы чувствуем себя несколько не так комфортно как если все идет по плану а так вот для того чтобы опять же не показать то что возможно вы не хотели демонстрировать советую вам перед началом совещания закрыть все мессенджеры закрыть все те документы которые не относятся к теме вашей встречи и в случае если вы что-то так скажем кликните не туда не открыть чего-то ненужного ну и конечно же важно предусмотреть такой момент как со-модератор особенно если речь идет о достаточно большой аудитории на которую вы вещаете если вам требуется достаточно частое переключение между документами пока вы например даете какие-то вводные что мы будем делать сейчас да если вдруг что-то перестало работать со модератором в этот момент может вам помочь сориентироваться и перестроить встречу поэтому если есть такой человек который готов вас поддержать не бойтесь пользоваться его дружеской поддержкой особенно это важно когда например вы готовы отвечать на вопросы и часто требуется некий ледокол до чтобы пробить так скажем тот самый лед и начать задавать вопросы это тоже может сделать самодератор и в этом нет ничего зазорного если он именно он инициирует вопросы в чате ну и когда у нас уже отработан план б я надеюсь что он точно сработает опять же как показывает практика он работает на сто процентов и редко требуется план еще один альтернативный когда мы провели совещание важно его завершить и опять же мы уже с вами упоминали о том что вы фиксируете результаты в течение встречи возможно это будет как раз таки опять же со-модератор который будет фиксировать результаты встречи важно обозначить четкие дедлайны что вы планируете сделать какому сроку помимо фиксации еще и дедлайны ну и конечно же дать возможность участникам как-то отреагировать возможность задать вопросы о которых я уже говорил ранее и не забыть отправить те самые результаты до которых вы договорились на совещание не забыть отправить всем участникам встречи часто кто-то оставляет в комментариях помимо своей рабочей почты контакты телефоны все уже зависит от вас какой контакт наиболее удобный для вас вы оставите для связи но я считаю что он должен быть желательно два альтернативных особенно если речь идет о достаточно сжатых сроках у меня на этом все надеюсь мои советы будут вам полезны и успехов проведении онлайн совещаний